ВИВАТ МУЗЫКА ВИВАТ МУЗЫКА ВИВАТ МУЗЫКА ВИВАТ МУЗЫКА Шанхай – город, в котором проживает 25 миллионов человек. Однако все его достопримечательности сконцентрированы в двух районах. Финансовым и деловым сердцем Шанхая является Пудун. Это район, где царит бетон, стекло, небоскребы и высокие технологии. Сегодня сложно себе представить, что еще в начале 90-х прошлого века на месте этого современного городского пейзажа были поля и небольшие деревушки. Попутешествовать в стремительно развивающийся, престижный Пудун гомельчан приглашает картинная галерея Гаврила Ващенко. Вся информация о районе содержится на 40 фотографиях выставки. Поезда на воздушной подушке, самый быстрый лифт в мире, Диснейленд, Мэйд ин Чайна. Экспозиция демонстрирует многоликий район Шанхая, созданный всего за 28 лет. Бурная современная жизнь Пудуна, трудолюбивый народ, градостроительное достижение и богатые культурные традиции. Все можно увидеть, не выезжая из Гомеля. Выставка музея фотографий тем временем зовет на экскурсии по гомельским дворикам. Экспозицию составили работы участников фотоклуба «Максимус». Выставляются они с третьим фотоотчетом. На этот раз вдохновение нашли в местных двориках. Ни на одном снимке не указана адреса, и для зрителя посещение выставки превращается в настоящий квест. Попробуй отгадай, где в городе такая старинная дверь или красивая арка. А на следующей неделе советуем обратить внимание на киноафишу региона. Любителей комиксов ждет «Джокер», юных кинокритиков – мультфильм «Эверест», а ценителей отечественного кинематографа – сразу две ленты «Люби их всех» и «Волшебник». А 12 октября в Гомель со спектаклем приезжают российские актеры Лизар Замасова и Валерий Николаев. Они выступят на сцене общественного культурного центра с пьесой «Ночь ее откровений». Это авантюрная мелодрама с комедийным подтекстом. На сцене два героя – мужчина и женщина. Они ведут диалог, диалог о любви, но с лихо закрученным сюжетом. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Евгения Макенко. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели». Культурное обозрение